Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском студии работает Ирина Камышова. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажут. Аким области проверил готовность коммунальщика к предстоящей зиме. В некоторых квартирах Шахтинска по-прежнему холодные батареи. Сегодня в репортаже Николая Кравца. Смотрите «Я за аэрографией». Регрессники Арселор Миттал Тимиртау получат положенные им пособия до 1 декабря. Об этом заявляет руководство промышленного магната. Поручение компании расплатиться с экс-шахтерами дал лично премьер-министр страны Серик Ахметов. 30 дней. Столько времени дали Арселор Миттал Тимиртау в правительстве. За месяц компания должна полностью погасить долги по регрессным выплатам. Об этом сообщили накануне на специально созданной пресс-конференции. Премьер-министр дал указание Национальному банку, который является надзором над всеми страховочными компаниями, чтобы на основе рекомендаций Генеральной прокуратуры обеспечила, что в течение 30 дней, значит, до 1 декабря, обеспечила выплату всех сумм регрессникам, которые задолжены у компании «Альянс Полис». Арселор Миттал Тимиртау и «Альянс Полис» в течение года выясняют отношения в суде. За это время регрессники неоднократно выходили на митинги. Не обошлось и без ЧП. Напомним, что две недели назад экс-горняк принес в угольный департамент зажигательную смесь и устроил пожар. Пострадали два человека. Уже установили материальный ущерб. Он составляет 175 тысяч тенге. Там повредили ковровое покрытие, линолеум, и я уже не понимаю точно там. Ну, вот эти две части точно. Конкретно сумму зачтите сколько? 170 сколько? Три. 174 тысячи 800 тенге. Николай Кровецкий, Рад Рашитов, Асхат Ибедулов, Первый Каргандинский. Готовность коммунальщиков к зиме проверил глава региона. Накануне состоялся осмотр парка снегоуборочной техники трех коммунальных предприятий угольной столицы. Увеличить заработную плату и пересмотреть подход к очистке городских улиц. Такие поручения дал Акимобласти. Автогрейдеры, снегопогрузчики, тракторы и самосвалы. Все это хозяйство трех коммунальных предприятий Караганды и благоустройство, горкомхоз и управление парками. Показать удалось не все. Часть техники сейчас находится на ремонте. Ну а как ты, смотри, вот, чего у тебя? Ладно, завтра снег пойдет. Чем ты будешь чистить? За неделю готова будет. Часть запривезли полностью. При необходимости будет арендована дополнительная техника у сторонних организаций. Между тем, Баужан Абдишев высказал свое недовольство по очистке центральных улиц Караганды. В частности, когда снегоуборочная техника ломает новые гранитные бордюры. Да и пора давно перейти, к примеру, от песочно-соляных смесей к современным реагентам. Однако, который год такая инициатива не находит поддержки у коммунальщиков. Чего вам не предложат современное, вы говорите, не, не пойдем. Потому что вот это вам выгодно, вот так вот, непонятно, вот это вот, сыпать песок, сколько его никто не считает, деньги списывать, воровать и так далее, и так далее. Больше я еще ничего не вижу. Отметим, что в этом году на уборку и благоустройство Караганды выделили больше миллиарда тенге, приобрели 18 единиц техники. Штатная численность работников этих трех коммунальных предприятий в общей сложности более 350 человек. Текучесть кадров, говорят, снизилась, однако зарплату у работников больше не стали. «Платят вам в облике?» «Работа маленькая». «Сколько маленькая?» «Сколько лет?» «На команде работаю я 50 тысяч летом, например, по 8 часов. Ты работаешь?» «А сейчас здесь». «Дед сейчас здесь». Чтобы миновать проблемы прошлой зимы, когда коммунальщики не справлялись с работой из-за обильных снегопадов, глава региона призвал пересмотреть технологию очистки карагандинских улиц. Городские власти уже подхватили указания и, говорят, даже будут перенимать опыт других стран. То, что сделал замечание Акимобласти, естественно, щетки из металлических будут меняться на пластиковые щетки. Это тоже даст свой результат в том, что будет меньше изнашиваться полотно и та же самая разметка. Ну и в данное время мы изучаем, как убираются, например, северные страны, как Канада, как та же самая Москва, производят уборку снега зимой. На сегодняшний день мы уже что-то изучили, что-то применительно к нам». Техника к бою готова, однако отдавать гарантии пока рано. Опыт предыдущего года показал – непредсказуема не только погода, но еще и человеческий фактор. Ирина Камышова, Габиден Кружбеков, Асхат Абидулов, 1-й Карагандинский. Тем временем Акимат предупреждает население. В целях недопущения затопления жилых домов в предстоящий паводковый период 2014 года карагандинцам, собственникам зданий и сооружений, необходимо провести работу по очистке ливневых арыков, канав и канализационных стоков от мусора. Больше 500 приборов учета теплоэнергии установят в Караганде в этом году. Сегодня департамент по регулированию естественных монополий и компания «Теплотранзит Караганда» организовали пресс-тур по домам, где уже используют счетчики тепла. Насколько выгодны нововведения, рассказал не только монополист, но и простые потребители. Здесь обратные клапаны, вот они стоят, два насоса здесь обратные, и циркуляция идет вот такая. Старожил дома по улице Гоголя 37-1 показывает прибор учета тепла. Здесь его установили еще в 2005 году в рамках пилотного проекта. С тех пор местные жители не нарадуются. Экономия в зимний период колоссальная. В среднем до 2000 тенге в месяц с одной квартиры. Сейчас, например, если большая часть города платит, вот открывают форточки 28-27 градусов, у нас нормализуется отопление в квартирах. То есть люди не открывают форточки, они экономят тепло. 22-24 градуса в квартире тепло. Отопление тепло распределено равномерно по всему дому. Некоторые месяца по дому до 200 тысяч экономия была. Но могу сказать, первые отопительные два месяца прошлого года, еще не снимали, только сняли показатели, по памяти я вам просто говорю. Первые месяцы отопления за площадь у меня 4 тысячи, по площади если. А у меня больше двух тысяч было экономия. Приборы учета – это еще одна мера по сокращению сверхпотребления тепла и воды. Вместе с тем и многомиллионных потерь компании подытожили представители Дарема. Потребители услуг будут оплачивать за фактический объем потребленной услуги. Это также будет показывать потери сверхнормативные, также фактические потери будут указаны. То есть и для субъекта, естественно, монополия, оказывающего услуги в этом направлении, это будет наглядное пособие, он будет видеть, где у него какие потери происходят. В этом году услугодатель планирует установить 500 систем учета тепловой энергии у потребителей. А в ближайшие несколько лет такими счетчиками снабдят весь жилой фонд Караганды. Причем за счет компании «Теплотранзит». Средства на это заложены в тарифе, который, к слову, поднялся в прошлом году. Как есть поручение Акима области 2015 года, установить во всем городе стопроцентный приборный учет. Это будет выполнено. Сейчас, в данный момент, разрабатываются механизмы финансирования и механизмы заключения товарно-лизинговых договоров с фирмами, которые могут сейчас поставить прибор учета и установить, а в дальнейшем эти приборы учета будут приняты нами на баланс и оплачены. Тем временем журналистам, общественникам, ветеранам энергетики показали тепломагистраль М5 по проспекту Республики. Здесь ведется работа по реконструкции. Проще говоря, трубы заменили и спрятали под землю. В отличие от традиционной теплоизоляции из минерала ваты, здесь применили предизолированные трубопроводы. На трубопроводах с предизолированной изоляцией теплоплательность составляет не более 5%, то есть в три раза меньше. Это норма, за которую платят потребители. Установив вот такие трубопроводы, норма, естественно, будет снижена. Нам ее ДРМ снизить, потому что эта норма уже будет в три раза меньше. Отметим, что за период с мая по октябрь было отремонтировано почти 35 километров тепловых сетей по всей Караганде. Ирина Камышова, Габидин Куржбеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Между тем, отопительный сезон начался еще 1 октября. А вот некоторые жители Шахтинска до сих пор живут с холодными батареями. Причем без тепла остались жители квартир в доме, отремонтированном по программе модернизации ЖКХ. Ответ держат чиновники. Репортаж Мирамгуль Салкимбаевой. Оксана Сулейманова – инвалид второй группы. У 39-летней женщины туберкулез. Жительница Шахтинска получила квартиру от государства. Мать-одиночка думала, жизнь налаживается. Однако долгожданные квадратные метры пока что приносят сплошные проблемы. Я считаю, что это огромная удача, что представители власти не дали оказаться на улице, дали нормальное жилье. Но дело в том, что у меня нет в доме тепла. Наступившие холода не на шутку встревожили семью Сулеймановых. Мать-одиночка утверждает, что в других квартирах отопление есть. В пятиэтажке зимой мерзнет только она. Чтобы убедиться в этом, съемочная группа побывала в квартире по соседству. У меня семеро детей. С отоплением у нас все нормально. Дома тепло. Но все же сидим с обогревателями, чтобы дети не замерзли. В прошлом году многоэтажку отремонтировали по программе модернизации ЖКХ. Однако в квартирах расходятся между бетонные швы. Оттуда протекает вода. В доме сырость. Меня как бы устраивает мое жилье. Но дело в том, что в нем нет тепла. И у нас еще весной, летом бежали стены, как швы. У меня в комнате у сына полностью протекали стены. Представитель управления кондоминиума Даулет Аскаров во всем винит строительную компанию. По его словам, здесь использовали некачественные стройматериалы. Мы уже устали писать во все инстанции. Никто не реагирует. Все пишут, а результата никакого нет. Отопление сделано по проекту. Диаметр труб в подвале очень маленький. Не соответствует. Между тем, Оксана Сулейманова обила пороги всех ответственных инстанций. Результата нет. Представители исполнительной власти Шахтинска уверяют, что во всем виновата сама хозяйка квартиры. Чиновники также подозревают, что женщина якобы хочет просто уйти от оплаты за коммунальные услуги. Когда она заключила договора, она отказалась оплачивать коммунальные услуги, которые ей представил ТЭЦ. То есть она уже вошла в готовую квартиру, новую, с теплом. Вот здесь у них, конечно, был спор. И ей дали ответ о том, что она оплачивает со дня заселения. А вот проблему с междупанельными швами чиновники обещают решить. Представитель подрядной организации, который занимается ремонтом, сейчас находится на больничном, пояснили в отделе ЖКХ. Сейчас подрядчик, который работает в Чербакове на больнице, но вообще выходил с ним главный инженер. Поэтому все заявления и все жалобы, которые были в течение года, как заселили их, исполнялись исправно. Его приглашали, он говорит, я это сделаю. И он выходил всегда и выполнял все работы. Миром Гульсал Кимбаева, Жуслан Амандыков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. По многочисленным просьбам жителей города, ярмарка «Сладкие дни» в Караганде продлевается до 3 ноября. Мед Юга России, Киргизии, Башкирии, Алтая, натуральные конфитюры, восточные сладости, консультации, дегустации, постоянным клиентам скидки. Ждем вас в торговом доме Плаза. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена-Абдирова, 9. Телефон 9090-09. В Казахстане с Нового года хотят запретить наносить рисунки на автомобилях. По словам чиновников, яркие изображения отвлекают водителей и пассажиров, тем самым провоцируют ДТП. Как к планируемому нововведению отнеслись сами карагандинцы, узнавал Николай Кровец. Скоро этот «Опель» опретет новый облик. Однако для этого надо много сил и труда. А какой будет рисунок, остается в секрете. Карагандинец Валерий Новак – аэрограф с 10-летним стажем. Однажды мужчина купил черный автомобиль и захотел его приукрасить. С тех пор рисунки на машинах, другими словами, аэрография, стала частью его жизни. Когда художник узнал о том, что в следующем году правительство намерено запретить наносить рисунки на автомобилях, он был удивлен. Почему мы незаконно работаем? То есть во всем мире принят, в России принят мультицвет. То есть база, заносится в базу, компьютерную базу, фотографируются машины и все. В Белоруссии то же самое. То есть это сейчас с применением этого запрета. То есть на территории Казахстана не могут въехать машины с дальнего, с ближнего, разрисованные. То есть им запрещено будет движение по Казахстану, но это тоже неправильно. В аэрографии как бы я уже давно, мы, то есть. И нам очень нравится, когда люди остаются довольны. Художники Валерий Навак и Вячеслав Гаранский объединились и от разговоров перешли к делу. Для этого они взяли пример у своих коллег из других городов страны, которые распечатали стикеры и наклеили их на автомобили. Таким образом они выражают свою позицию касательно нововведения. Ну сейчас в Алма-Ате делают наклейки, мы за аэрографию. У нас в городе тоже они появились, так что на всех машинах такая вот. А вот получить комментарий у дорожных полицейских нам не удалось. Зато мы узнали, как относятся к рисункам на автомобилях жители Караганды. Мнения у горожан разошлись. Отвлекатель. А почему, можете причину сказать? Отвлекает водителя. Ну смотря какие рисунки и как выполняются рисунки. То есть вы не против нанесения рисунков? А вы не против, не против. К рисункам? Нет, отрицательно отношусь. А почему? Потому что оно, во-первых, отвлекает и водителей, и пассажиров, всех отвлекает. И вообще для машины зачем это? Да мне кажется, пускай будет. Почему? Ну, чем оно портит? Вон дизайн, вон машина стоит, допустим. Мне кажется, ничего оно не портит. Каждый любитель автомобиля разукрашивает свою машину по-своему. Я так, если думаю. Если бы у меня была машина, я бы, конечно, ее разрисовала. Там видите, кошки, тигра или там еще какого-нибудь зверя такого, который всем известен. Николай Кровецкий, Рат Рашитов, Асхат и Бедулов. Первый карагандинский. Красивая традиция. В Караганде прошел четвертый бал офицеров. Организатором мероприятия выступило управление молодежной политики. Подробнее в репортаже Алина Акбаева. На осенний офицерский бал съехались лучшие военнослужащие города. Здесь участники продемонстрировали не только танцевальные номера, но и музыкальные выступления. Думан Нурмагомбетов, старший инженер пожаротушения, в офицерском балу участвует впервые. К выступлению готовился основательно. В течение месяца он познавал все тонкости полонеза, вальса и хореографии. По его мнению, это большая честь принять участие в таком мероприятии и достойно представить офицерскую профессию. Мы к этому мероприятию готовились почти месяц. Хочу выразить благодарность организаторам, что предоставлены возможность продемонстрировать офицерскую профессию. Красоту офицерской профессии. А Кристина Пещелина, студентка медицинского колледжа, второй год участвует в офицерском балу. Как признается девушка, такой шанс исполнить вальс военным выпадает не каждому. Наши ощущения просто это прекрасно. То, что там много оркестров, то, что военные, это красиво. И редкость какой девушке попадется так танцевать с военным. Это вообще прекрасно, это редкость. На балу выступили служащие Департамента внутренних дел, Комитета национальной безопасности и войсковых частей области. В общей сложности 150 молодых офицеров. Как отметили организаторы, офицерский бал не только пропагандирует патриотизм, но и несомненно повышает престижность профессии в силовых структурах. В свою очередь управлением по вопросу молодежи политики сегодня проводится бал молодых офицеров. Мы на их примере хотим показать истинный патриотизм в рядах тех людей, которые служат государству. Кроме этого, хотим пропагандировать именно работу в силовых структурах, именно такие специальности. Кроме того, участники исполнили не только классический вальс, но и разновидности современных танцев. В Караганду прибыли представители 10 вузов из Великобритании. Цель визита – наладить сотрудничество с университетами шахтерской столицы. Сюжет Алина Акбаевой. Визит в Караганду организовал Британский совет в Казахстане. Гостям из-за рубежа презентовали три вуза – Политехнический университет, Каргу им. Букетова и Балашак. Айван Андерсон – представитель Лондонской школы бизнеса. В Казахстане впервые. Стороны нацелены на разноплановое сотрудничество, в частности, обмен студентами и преподавателями, а также совместные проекты «Альма-Матер» двух стран. Главная цель данного визита – изучить культуру Казахстана, понять структуру системы образования в Казахстане, также установить новые партнерства с казахстанскими вузами и узнать больше о студенческой жизни и о том, на каких больше специальностях в Казахстане обучаются студенты, и также, конечно, привлечь их к изучению бизнеса в Великобритании, в частности, в Лондонской школе бизнеса. Отметим, что в стенах Политехнического университета встреча с делегацией из Англии прошла впервые. Ранее приезжали представители из Франции и Польши. Здесь обсудили вопросы по обмену идеями и определению точек дальнейшего развития отношений между казахстанскими и британскими вузами. После переговоров вузы планируют подписать меморандумы. Мы подпишем совместные документы и будем взаимно обогащаться в плане академической мобильности, в плане повышения качества образовательных услуг, проведения совместных научных исследований. Я думаю, что подобная практика, она полезна, это элемент глобализации, от которой мы должны быть всегда на острие таких полезных в целом для страны, для нашего вуза проблем. Алина Акбаева, Жуслан Амандыхов, Асхат Абидулов, Первый Карганинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Караганинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова